Среди петербургских аристократов Было очень много женщин, не менее активных, чем мужчины Не менее ревностных и самоотверженных Мы с ними тоже должны познакомиться Что вот одна из них, княгиня Вера Федоровна Гагарина Это сестра Наталья Ливин, той, которой вместе с Чертковым Средстоком познакомились в Париже Это ее сестра, родные сестры Наталья Ливин и Вера Гагарина По мужу у них разные фамилии, а так они сестры родные Гагарина тоже считал себя верующей по-православному От юности Ну а дозвалась сразу на приглашение своих подруг и знакомых Из светского общества Побывать на собраниях, где рец так проповедует Две проповеди привели к тому, что она пережила полное обращение Одна проповедь была на тему «Адам, где ты?» «Где ты?» «Где твоя душа?» «Каком и отношении к Богу?» И вторая проповедь на тему совершилась Слово Христа, произнесенное на кресте А не осталось на каких проповедях записанных? Кое-что осталось Да, по-моему, вот эта проповедь сохранилась Адам, где ты записанных в записанном виде Это где-то у меня есть В моих личных архивах Есть его проповеди Есть и другие проповеди Они такие вот простые, живые В них там нет такой вот четкой логики Там четкой последовательности Плана там Ну, это вот такой метод Когда открывают Библию Какое-то место И стих за стихом начинают Вести что-то такое вот вроде беседы Мы с вами уже говорили Что Рецтек не был проповедником-оратором Проповедником-трибун Он был проповедник камерный Для малого собрания Для малого благовестия Такой был у него дар И после Гагарина Говорил Что я раньше эти места Библии по-другому понимала Но произнес Христос Совершилось И я понимал это так Что вот закончилась земная жизнь Христа Завершился его земной путь Страдания Конфликты все с фарисеями И с первосвященниками Оказывается Здесь более глубокий смысл заложен Совершилось спасение Рода человеческого Я еще должна сделать Окончательный шаг Полностью отдаться Богу Вот эти две проповеди Привели к тому Что Гагарина Стала духовно возрожденной личностью Пережила личную встречу Со Христом И сразу же включилась В активное служение Она взяла на себя Тюремную миссию Организацию Тюремного служения Тюремного благовестия А тогда в тюрьмах Сидело много нигилистов Революционеров Как-то она вот попала На такого узника И когда стала она Проповедовать Евангелие Тут вопросы начал задавать Так у нас ведь с вами Одна и та же цель Мы, революционеры Тоже боремся За освобождение человечества Давайте вместе тогда Трудиться Одни цели Одни задачи Мы с вами родственные души Гагарин сказал Нет, я с вами не совсем согласен Почему? Ну а вот Вы, например, можете Полюбить от всего сердца Вот этого шандарма Который стоит за дверью Да с какой же статьи Я его полюблю-то Никаких чувств Я к нему не испытываю Чувства симпатии А вот в этом Главное отличие А мы, христиане Учимся любить Даже врагов Врагов, противников Недоброжелателей Должны любить Потому что никак Вот мы с вами Революционерами Не сможем идти Одним путем У вас ненависть К другому классу У вас призыв К оружию К кровопролитию А мы от этого отказываемся У нас любовь У нас добро У нас смирение Кроме посещений тюрем Гагарина Вместе с Чертковой Стали посещать Трущобы петербургские Где жил Самое Беднейшее Население Тоже довольно-то Такое Озлобленное Сердитое Гелеровский Кто? Гелеровский Гелеровский По-моему Начало 20 века Мне кажется Попозже Где-то Никогда Не заходили В такие места В такие дворы Петербургские То Не везде Их Слушали Не везде Их Принимали Иногда Случалось так Что И метлой Прогоняли И Помойные Ведра На них Выливали Вот Интересные Реакции После таких Акций Ливин Племянница Гагарина Пишет Про них Что За имя Христа Село Село Сергеевское А ныне Это Райцентр Город Плавск Плавск Гагарина Гагарина По ее По ее Инициативе В Сергеевском Была Выстроена Школа Швейное Училище Для Девушек Швейные Мастерские Электроэнергии Открылись Электростанция Была Запущена В эксплуатацию Электроэнергия И электроэнергия Подавалась Не только На постройки Придлежащие Имения Но даже На Близлежащие Села И деревни Крестьянские Избы Подавалась Электроэнергия Уже Во второй Половине 19 века Больницу Построила Больница Где Было Установлено Новейшее Медицинское Оборудование Европейское Немецкое Кроме Таких Хозяйственных Благотворительных Деяний Гагарина По примеру Других Уверовавших Аристократов На первое место Ставил Духовно-просветительское Служение Она Организовала Там Как сейчас мы говорим Церковь В Сергиевском Общину Из Местных Служащих Крестьян Рабочих Из местного Населения Я читал Мемуары Одного Друга Семьи Гагарина Это был Такой Воскопоставленный Государственный Чиновник Звали его Алексей Половцов Буква О Перед В Не Половцов Половцов Еще в советское время Выходил Его двухтомник Две такие книги Первый и второй том Назвались эти книги Итак Дневник Государственного Секретаря Дневник Госсекретаря Там есть такие Эпизоды Рассказы Как он Делал наезды В село Сергиевское По выходным Дням Что вот Такая Запись В субботу Такого числа Приехал В Сергиевское Целый день Пытался Увидеть Веру Федоровну Но мне Это так и не удалось Сделать Потому что Вера Федоровна С раннего утра И до позднего вечера Ходила по крестьянским Избам И разносила Крестьянам Английские проповеди Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть Что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Так вот Гагарина Разносит Английские проповеди Крестьянам Ну наверное Это были переводы Того жреца Как могли быть Переводные проповеди Переводные проповеди Сперджина Или Джона Буньяна Или других Проповедников В гостинице Которая в этом селе Это уже построено было По ее инициативе Всегда лежали Экземпляры Священного Писания И все постояльцы Могли с собой взять Книги Нового Завета Могли просто читать Она за этим тоже Строго следила Чтобы Всегда Был набор Был комплект Книг Священного Писания Книги Нового Завета Продолжение следует...